Здравствуйте, Яркеш Калевич, я очень рад вас видеть. Теперь накануне известной исторической даты, 30-летия принятия декларации о суверенитете Казахской СР, я хотел бы с вами обсудить этот интересный, наверное, уникальный исторический момент, который был своего рода прологом к независимости нашей республики. Итак, Яркеш Калевич, 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской СР принял декларацию о суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики. Как появился этот документ? И вы случайно не принимали участие в этом процессе? Добрый день, Арман. Значит, участие я принимал, но на одном этапе, потом об этом попозже скажу. Но в начале, как появился этот документ, какие исторические условия подтолкнули к тому, чтобы принять декларацию о государственной суверенитете? Ну, в то время Казахской СР. Значит, как обстояло дело? Ну, к этому времени, к 90-м годам, к началу 90-х годов, распад Советсоюза, ну, в начале из области предположений уже перешел в область реальности. Прибалтийские республики уже отошли к этому времени. И на съезде народного депутата в СССР этот вопрос уже поднимался. Даже ведь предлагалось принять закон о выходе из состава Советского Союза. Дело в том, что в Конституции, начиная еще с Конституции 24-го года, запись была, что Союзные республики могут, имеют право выхода из состава Союза. Все, одна фраза, и дальше никаких других законодательных актов, регулирующих этот выход, не было. И здесь можно уместно вспомнить саркастическое замечание Сталина. Вот он ведь, Сталин был представителем Конституционной комиссии по разработке Конституции еще 24-го года. И когда Ленин настаивал на том, чтобы такая запись была, Сталин заметил. Ну, он считал, что неуместна такая запись. Обоснуло это тем, что куда этим республикам выходить? Кругом империалистическое окружение. Значит так. Да, и поэтому зачем это писать? Но, тем не менее, эта запись была сделана, ну, это больше, конечно, эта запись имела политический смысл, чем юридический. Если бы строго подходить юридически, то после этого это такое конституционное положение, которое требовало принятия законодательных актов, которые регулировали бы этот процесс выхода. Его не было. Поэтому из юридической стороны постановка вопроса о праве выхода из состава федерации, это было вполне закономерным. Поскольку ведь к тому времени экономика, единый народно-хозяйственный комплекс, который в СССР был, усложнение экономических связей, все это требовало какого-то, поскольку выход ССР, он предполагал, конечно, не просто выход территории, но проблема собственности возникала на все то, что на этой территории находится, и собственность на саму территорию. Все эти вопросы не были прописаны, о чем и Путин как-то заметил сквозь, что когда ССР входили в состав Союза, право им выхода было прописано, но не гарантировано никаким образом. И это юридическое. И это юридическое. Любой из республик, даже весь Советский Союз, государство можно назвать условно, потому что над государством, над госаппаратом всегда была еще одна надгосударственная сила в виде компартии. И именно компартия решала, какую политику государственные органы должны проводить. Без руководящих, опять же, Сталин говорил, без руководящих указаний нашей большевистской партии ни один более-менее серьезный вопрос госорганами приниматься не может. Он уже тогда тон задавал. И таким образом у нас, кстати, сложился симбиоз такой в управлении обществом. По идее, общество должно управлять государством. Оно для того на исторической линии возникло, чтобы общественные противоречия регулировались государством, чтобы в управлении целым обществом, в качестве управления должен быть один субъект, государство, которое выражает интересы всего населения. Но в Советском Союзе эта картина была смазана. Еще руководящей, направляющей силой стала компартия. И этот дуализм, он был, конечно, решен не в пользу государства, а в пользу партии. Партия решала, что и как делать. И как раз к 90-м годам компартия доказала полную свою несостоятельность управлять обществом. Ну, там много причин. Потому что и веронтократия, там во главе были уже дряхлые деятели, которые уже мало что соображали в реальной политической жизни. Плюс к тому же нужно иметь в виду, что к этому времени общественное сознание населения Союза в целом и каждой из республик, общественное сознание поднялось на совершенно другой уровень, чего компартия как раз и не заметила. И все народы, они были, не скажу одержимы, но для них было главным национальное самосознание, национальное достоинство. Этот фактор тоже имел немаловажную сеть. Ну, плюс экономический фактор, когда система экономической связи, созданная административно-командной системой, она уже полностью доказала свою несостоятельность. Страна уже жила в условиях тотального материального дефицита. Ну, это вообще страна с огромными, я имею в виду средства, природными ресурсами, и вдруг у нее не хватает средств для обеспечения элементарным продуктом питания собственного народа. Весь кошмар в этом состоял. Хорошо. И в это время и пошло, поэтому движение это пошло к суверенизации. Таким образом, что послужило катализатором вот этого процесса? Ведь, как известно, из всех советских социалистических республик, Прибалтийские, в частности, Эстонская республика, одна из первых заявила об этом, о суверенитете, практически о выходе из состава Советского Союза. Это было еще в ноябре 88-го года. За два года до наших событий, связанных с Казахстаном. Здесь, наверное, нужно иметь в виду вот что. Прибалтийские республики вошли в состав Советского Союза перед войной. Ну, до 40-го года. И потом, после этого, началась война. Во время войны они уже были опять вне Советского Союза. Там юрисдикция Советского Союза не распространялась на Прибалтийские республики. И вот поэтому здесь нужно заметить идеология компартии, которая очень прочно вошла в общественное сознание населения других республик, как раз она не впиталась в общественное сознание вот этих Прибалтийских республик. И потом ведь уклад жизни, который они вели до вхождения в состав Советского Союза, был же другой. И самые ревночные отношения, о которых сейчас мы говорим, считаем своим величайшим достижением сейчас, они уже жили в условиях этих ревночных отношений до присоединения. И поэтому там к концу 80-х годов, я так думаю, еще были живы те поколения, которые все это на себе ощутило, которые проживали другой образ жизни у них был. Да, и они сохранили вот этот дух, да, эти настроения. Конечно, конечно. Они этот дух сохранили, тем более в общественном сознании мы знаем, что, как ни парадоксально, могут произойти скачки революционные, крутой перелом общественного сознания. А некоторые элементы общественного сознания, они инверционные, и они тяжело подвергаются изменениям. И в данном случае идеология компартии оказала не столь такое заметное влияние на них, и поэтому они в душе сохраняли, привержившись тому образ жизни, в котором они жили. Понятно, да, спасибо. Я даже сейчас минуточку на себя ощутил. Я службу срочную проходил в Прибалтике. Так, так. Кстати, там-то как раз я и заметил. Во-первых, уровень жизни был другой. И, во-вторых, элементарное бытовое поведение латышей и бытовое поведение, ну, других брать не будем, нашего населения, Казахстана. Небо и земля. Как обустроены были города. Ну, я был там потом и в Латвии, в Эстонии не был. А, в Литве. И совсем другое дело. Начиная с обращения людей друг к другу, в магазинах, в очередях, на улице, в общественном транспорте и так далее, там никакой брани, никакого недовольства, там никакого волшебного взгляда, ничего друг к другу нет. Но правда, при этом, чувствовалось их отчуждение отношения к людям в советской форме. Явно в лесу нам ничего не выражали, но очень в большой неохотой шли на даже такой речевой контакт. Скорее, такой потенциальный страх, наверное, да, существовал у них еще в 40-х годов и, может быть, и более ранее. Еще, возможно, еще и этот страх, что пришла советская власть, ну, это проявление советской власти, когда все силой оружия делалось. И поэтому они... Ну и плюс, если взять... Ну, у них такие были причины, мне так кажется. И не столько, может быть, там экономически, сколько вот эти причины чисто политического характера и причины, которые кроются в их общественном сознании. Неприятие того образа жизни, который был на стороне территории Советского Союза. Ну и плюс, ну и плюс, конечно, идеи либерализма. Близкие подобные. Демократия, демократия, если так посмотреть, демократия в Советском Союзе, хоть и на формально, была очень широкая. Все могли быть избранными, могли учиться в выборах и так далее. И даже во время Горбачева демократия дошла до того, что выбирали директоров заводов и так далее. Казалось бы, вот и демократия. Но ведь это не либерализм. Как раз вот этого аспекта либерализма у нас как раз и не было. Либерализм, предполагая, свободы человека, а этой свободы не было. А у них было совсем дело подробно. Поэтому они на это и пошли. Причем, опять нужно сказать, что у них в этом плане руководство не оказалось отчужденным от населения. Если бы это только население, руководство это не хотело бы, такие решения принимать им не удалось бы. Ну, руководство гасило. Поэтому здесь вот такая ситуация. Так, ну, перейдем давайте и к нашей ситуации. Практически вот к октябрю 90-го года все республики уже объявили о своем суверенитете. За исключением Казахстана и Кыргызстана. Почему мы были последними, как вы думаете? Здесь мне вот что кажется. Последними мы были потом... Ну, во-первых, опять же, вернемся к уровню общественного сознания. К этому времени... К этому времени, ну, чуть попозже, но это характеризует и предыдущий период. В 91-м году, в марте, был проведен референдум. И что интересно, на этом референдуме как распределились голоса по республикам? Скажем, вот Украина 70% за сохранение союза. Белоруссия 82% за сохранение союза. И вот дальше идет с Узбекистана, ну, тут все тюркские республики практически, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения. Тот начинается диапазон с 93% за сохранение союза до 97% Туркмении. Казахстан в этом занимает среднее положение 94% за сохранение союза. О чем это говорит? Это говорит о том, что общественное сознание вот наших тюркоязычных республик, оно не было готово к, скажем, выходу из состава союза и не было готово, даже надо признать, что масса своей, общественное сознание не было готово к самостоятельному, суверенному развитию. Ну, в отношении Казахстана картину еще смазывается тем, что казахи в то время составляли всего 44%, и поэтому тот процент других относов этот процент надо учитывать, да, учитывать нужно. Но, тем не менее, это характерная картина общественного сознания. Дальше скажу. И опять же, возвращаясь к тому, с чего вы начали, заметили вот эту тенденцию, особенно при Балтике, вообще у себя не проводили референдум. Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Армения, Эстония. Для них этот вопрос не стоял, да? Да. Для них вопрос не стоял. Уже даже это говорит о том, что ими уже был взят курс на выход из состава Федерации на Суверенную Россию. Теперь у нас общественное сознание, значит, было на таком уровне. И, ну, это одна сторона. Теперь другой вопрос. Для руководства Казахстана того времени, ну, руководство Казахстана и политические силы, и творческие интеллигенции, научные деятели науки, они все осознавали, что если сейчас Союз развалится, в Казахстане будет ситуация очень сложная. Критическая. Только лишь, да, критическая, правильно, только лишь из-за особенностей экономики. Казахстан, как добывающая страна, даже элементарно ведь переработка, перерабатывающая промышленность была склабо представлена, ну, если элементарно лампочки осветительные завозились в Киргизии, нитки и волки из России, элементарных, если вещей не было, то как можно было сансировать. А зато Союзную копилу в Казахстан очень много давал в виде сырья. Ну, цена сырья известна какая, но зато были потребители. Все цветной металл, практически весь уходил на запад СССР. Белоруссия, Украина, Прибалтик, там, где радиозаводы были, там, и так далее. И железная руда, уголь, и так далее, тоже уходили там в Россию, в другие республики. Потребители были, и пока эти потребители были, значит, эти предприятия могли работать. Это ведь тоже все предвидели, особенно экономисты, что если эти связи разорвутся, то что с этим предприятием? Во-первых, их поддержать на плаву сложно, но и потом, скажем, угольную отрасль, если поддерживать, ну, столько угля казахстанским не нужно. Ну, конечно. Столько печек нет, чтобы весь этот уголь жить. Значит, вот надо продавать, а продавать не надо. И вот из-за этих соображений Назарбаев, в то время уже избранный президентом, не случайно до последнего отстаивал. Тут нужно сказать же, надо республика того времени персоницировать. Казахстан в то время был персоницирован Назарбаевым. И он до последнего вот эту политику ввел за сохранение союза. И надо сказать, при этом каких-то серьезных политических сил в Казахстане, которые этот курс отрицали бы, тем более и населения, которые бы, ну, скажем, огромное, какие-то массовые населения, которые не поддерживают этот курс, не было. Значит, он сумел убедить всех и сумел объяснить, что все-таки союз нужно сохранить. И поэтому вот эта декларация государственной суверенитети, ну, когда уже было ясно, что все уже республики приняли, как-то это уже турной тон политический. А мы что? Как казахстан говорят, надо же было что-то делать. И поэтому вот эта декларация была принята. Сама декларация в первой статье сразу же она устанавливает, что Казахская Советская Социалистическая Республика есть суверенные государства в составе Союза Суверенных Республик. Тогда СНГ не было. И аббревиатуру сократили, социалистическую брали Союз Суверенных Республик. Ну, это по нашей декларации так предполагалось. Это было ведение нашего лидера того времени, Назарбаева, что вот это должно быть. И исходя из этого вся дальше декларация вся выстраивалась. Тем более, нужно иметь в виду, к этому в это время шла интенсивная работа по заключению Союзного договора. В декабре 90-го года текст Союзного договора даже был опубликован, ну, проект для обсуждения. И с тем, чтобы потом уже заключить этот договор. И таким образом работа по сохранению Союза шла. Речи об обновленном Союзе было много, но то же самое референдум, который был проведен. Но процесс истории, с чем он оказался неумолим, и здесь ничего нельзя было делать. И поэтому для того времени, я считаю, что Казахстан в числе последних принял декларацию, это была декларация, это была вынужденная мера. И как вынужденная мера, конечно, декларация отразила всю половинчатость, всю нерешительность политики того времени. И это надо признать. Хотя, как идеологический документ, хотя, конечно, декларация оказала очень большое влияние на сознание людей, потому что тут уже декларация провоглашала равноправие нации, равноправие людей, независимо от их социального, религиозного и прочего положения. Значит, защиту прав человека, то, о чем я говорил, либерализм. Здесь он пошел. Значит, ну, там много таких было этих опять же деклараций, что там будет своя налоговая, то есть своя финансовая система, будет весь Казахстан будет иметь долю в общей общесоюзной собственности. Казахстан будет иметь свои вооруженные, не вооруженные силы, свои внутренние войска. И вот такие многообещающие декларации были. И поэтому в этом плане политического, идеологического действия декларации на сознание людей, конечно, было. На какой-то мере воодушевляло людей. Вот скажите, пожалуйста, Иркишкович, все-таки какую задачу должна была выполнить декларация? Если не независимость, тогда что? Экономическая самостоятельность? Или, может быть, децентрализация власти? Как вы считаете? декларация, декларация, вот, вы мне практически подсказку дали, декларация должна была выполнить роль децентрализации общесоюзной власти. Поскольку все решения принимались в союзном центре, вот это стало уже всех напрягать. И то, что представитель Совета Медицинского является подолженностью замом, первого руководителя, подолженностью является замом руководителя Советных Орденов, это ведь потом опыт показал, что это практически ничего не решило. Поэтому вот эти проблемы децентрализации с тем, чтобы хотя бы дать свободу в области экономики, в области социально-культурной жизни, ведь там тоже не секрет, в социально-культурной сфере, казалось бы, тут уж можно было дать свободу, но и то она была цензура, а цензура осуществлялась опять же кем? цензура осуществлялась опять партийными органами, поэтому весь вопрос стоял как раз в этом, но, к сожалению, сказать, что декларация просуществовала с октября 90-го года до декабря 91-го года, за это время ни одно из этих положений, которые были продекларированы в декларации, они ведь не были реализованы, потому что процесс пошел другой, там процесс пошел в неконтролируемый распад союза, и о сохранении союза речи быть не могло, союзный договор затормозился, подписываясь союзный договор, и поэтому о декларации, это было ориентировано на сохранение союза СССР, но с минимальными полномочиями, во-первых, несколько полномочий должны быть, значит, оборона страны от внешнего воздействия, потом национальная безопасность в рамках всего союза, защита суверенитета самого союза и союза республик, и внешнеполитические связи, все эти вопросы как раз должны было решать союзные органы, все остальные вопросы должны были решать союзные республики, и более того, союзные республики при решении вопросов должны были вступать между собой непосредственно контакт, договорные отношения. Это было как раз в декларации прописано, но их не было. В союзном договоре вот это положение было прописано под руководством союзных органов союзной республики вступает в договорные отношения. Про внешнеполитическую или внешнеэкономическую деятельность я не говорю. Даже, может быть, где-то отношусь к этому с пониманием, что внешнеполитическое отношение, если каждый субъект осуществлял бы сам, то это не придало бы авторитета Союзу СССР. Поэтому СССР должен был проводить внешнюю политику. Тут разговора нет. Мы здесь видим, получается, расширение полномочий в регионах, в областях, в республиках, точнее. Я, как юрист, уточню, не расширение полномочий, а попытка расширения полномочий. Потому что ведь не состоялось расширение полномочий. Доля собственности Казахстана не была определена. Своя налоговая служба не была создана. Таможенная служба своей не была создана. Вооруженные силы свои не были созданы. Много там не было, не было, не было. И поэтому, ну, опережая, может быть, немного, по всем этим, из-за всех этих причин, можно сказать, что декларация о государственном суверенитете, она свою задачу историческую миссию не смогла выполнить. Но она не смогла выполнить, потому что оказалось не по своей воле, Казахстан оказался в другой политической реальности. Если бы была реальность сохранения хотя бы обновленной федерации, тогда, может, декларация создала бы очень позитивную роль. Тогда давайте уточним, Леонид Кишкович. Получается, что вот вы утверждаете, что она свою миссию историческую не выполнила, но ведь у республики Казахстан были же созданы и свои органы власти, и своя армия, и налоговые, и таможенные службы, и финансовые системы, и так далее. Так, по времени. Когда они созданы? На основе какого закона? Армия была создана только лишь после принятия Конституционного закона о государственной независимости Казахстана, который был принят 16 декабря 1991 года. Через год после декларации? Нет. Но уже декларация была ни при чем. Юридическая сила декларации, она была утрачена в связи с принятием закона о государственной зависимости. Почему была утрачена юридическая сила декларации? Потому что этим законом многие отношения, которые предполагалось решить декларации, они вошли, вот эти положения вошли в закон государственной независимости, И дальше же они решались на основе этого закона о достаточной довестии. Конечно, какая-то подготовительная, я же говорю, идеологическое воздействие, конечно, какое-то было. Но чисто правового воздействия, правовом отношении, декларация, она и не послужила основой для принятия других законов. Хотя там в конце было написано, что декларация служила основой принятия законов и конституции, но этого сделано не было, потому что невозможно было со ссылками на декларацию создавать такие новые структуры. Вот и в чем дело. Понятно. Так, хорошо. Такой период был. Общество проснулось, принимало активное участие, в том числе и в обсуждении вот этого исторического документа. Группа «Демократический Казахстан» выдвинула даже свой альтернативный проект декларации о суверенитете. Почему его не рассматривали, почему его не приняли, как вы думаете? Я думаю, что не приняли, потому что вот эта декларация о государственном суверенитете, все-таки это был документ такой в политическом отношении умеренный. Документ более рассчитанный на нахождение Казахстана в составе нового союза, пусть это будет состав суверенных республик. И особых таких суверенных прав декларация и не предусматривала. Предполагала, да. Да. Ну, скользь там предполагала, но таких корринальных мер декларации не было. Поэтому вот теперь к участию моему на одном из заседаний рабочей группы, которое проводилось в Верховном Совете в то время, проводилось отдельным представителем Верховного Совета в то время, я вот примерно, вложив вот то, что сейчас вам предлагаю, предложил отказаться от принятия декларации. Как радикально. Да, я подошел как юрист. Я говорил, декларация, это даже в юридическом плане, это не обязательно документ. Это выражение намерения. Поэтому я предлагал, нужно принять закон, как другие союзные республики приняли, ну и по логике это следовало, принять закон о государственной независимости. Не декларации. Потом я и говорил, что после этой декларации статус Казахстана в международном правовом плане никак не изменится. Мы не станем субъектом международных отношений. Хотя уже со всех сторон внимания к нам уже было. Особенно внимание бизнес-структур зарубежных. Но декларация в этом варианте, как раз в последний вариант, он таких оснований нам не дает Казахстану такие вопросы решать в суверенном порядке. На что мне было, ну может из-за возраста, в то время молодой еще был, Абдильдин, так, применив расхожее в то время мнение, там где два юридического применения, и поэтому у нас уже почти решение принято, мы обсуждаем сегодня последний вариант. Назад у нас ухода нет. Ну вот и есть. Денис Ла, поэтому начал работать над проектом закона о государственной независимости. Начал эту работу я не один, совместно с полгатом Данаковым, в то время он мой коллега был, мы с ним работали в Венествии Государства права вместе. Сейчас он представитель высшего судебного совета, и мы начали эту работу. Самостоятельно или это было поручение? Нет, это было инициативно, инициативно. Мы самостоятельно начали, ну, он же тоже юрист, видя, что этот документ нам ничего не дает, в августе мы закончили работу, особенно после августовского путча, там было ясно, что тот союз уже не вернуть, и никакого нового союза суверенных республик не будет. И написали закон о государственной независимости, который был передан депутату Верховного Совета во время Сартаеву, чтобы, ну, мы же не обладаем законодательной инициативой, чтобы он от своей имени этот закон внес в парламент. Так. Ну, этот закон в свое время не был рассмотрен, там затянули, ну, там, не знаю, там процедуры. Сартаев как-то нам укончил, отвечал, но пока, типа, времени подошло еще, ну, надо еще работать. Ну, мы думали, что, мы так и думали, что это у нас не окончательный вариант, это же проект, рабочий вариант. Конечно, конечно. Когда будут обсуждать депутаты уже в рабочей группе, думали, что нас пригласят, и мы подключимся. Но весь казус заключается в том, что после Беловеческой пущи президент приехал в Алмату, сразу и требовал, он слышал, что какой-то закон тут, какие-то юристы подали закон, проект закона государственной независимости, и требовал этот проект, и внес предложение поставить повестку дня Верховного Совета. Так. И в повестку дня Верховного Совета этот закон был поставлен, и он был принят в том виде, в каком мы дали, мы-то ожидали, что будем обсуждать, че-чем. Ну, да. Не потребовалось, потому что тот самый главный в этом законе был, что объявлено Казахстан является самостоятельным, суверенным, независимым государством. То есть ваш проект был и принят, в конце концов? Да, наш проект был принят, который строит свои отношения с другими государствами на основе международных правых норм. Самый главный момент был, но дальше там структура власти, все проще. Ну, в общем виде было, безусловно. И этот закон был принят. И что и следовало ожидать, в тот же день Казахстан был принят в мировое сообщество как субъект международного права. Турция признала в тот же день, в день принятия Казахстана, как суверенный государство. Вот что нам нужно было. А декларация этой возможности никому не дала. Вот какое дело. Отлично, отлично. Вот, ну, наконец мы узнали о вашем непосредственном участии в этом историческом деле. Там-то мое участие было минимальное во время разработки проекта декларации. Хорошо. Такое дело. Ну, такой вопрос. В принципе, все понимали, что принятие декларации о суверенитете все-таки имело значение. И идеологическое значение, и историческое значение, да? И, может быть, поэтому в 95-м году был учрежден День Республики именно 25 октября. Но через какое-то время, в 2009 году, этот праздник упразднили. И его историческая ценность со временем сейчас теряется. Может быть, необходимо поднять статус этого события? Как вы думаете? Тут вот какое дело. Там еще немножко назад вернусь о значении декларации. Я больше про политические значения декларации, про идеологические значения. Декларация, конечно, подтолкнула к серьезным изменениям в Конституцию закон 90-го года, в ноябре 90-го года о внесении изменений, о совершенствовании государственной власти и органов управления. Ну, это был закон на сящее изменение в Конституции. Да, да, да. Заставлено 7-8 годов. Здесь, конечно, для принятия этого закона декларация сыграла роль. В том смысле, что для президента и для Верховного Совета уже у них, так сказать, руки они освободили от пут союзных органов. Потому что уже можно было заявить, но мы же заявили о своем суверенитете, хоть умеренной, ограниченной суверенитете, но заявили. Поэтому в рамках этого суверенитета мы теперь перестраиваем свои государственные органы. Но ведь эта перестройка началась, правда, до декларации. В апреле, когда был учрежден постпрезидент, это очень серьезные изменения в структуру государственной власти. Получается, декларация все-таки подтолкнула, да, к изменениям? Ну, в этом случае декларация еще не подтолкнула, но потом, это больше для президента, это было хорошей правовой основой, чтобы начать работу по структурным преобразованию государственной власти. Эти законы в первую очередь что было? В первую очередь было правительство переименовано в кабинет министров. Раньше же был совет министров, но мы в своем желании теперь отказаться от силосоветского. Ага, и слово совет уже... Да, уже как-то сухрыш. Переменовали кабинет министров. Объединили аппараты администрации президента и аппарат правительства. Единый. Президент уже здесь был обозначен главой государства и главой исполнительной власти. Уже вот такие движения пошли. Ну, походу, так замечу, по поводу кабинета. Это было не очень удачное переименование совета министров. Потому что в любой стране, ну, это в немногих странах, кабинет министров – это не то же самое, что правительство. Правительство – это правительство. Где-то называется там Советом министров, ничего страшного. Комитетом министров и так далее. Но в этом правительстве бывает, так сказать, группа ключевых министров. Вот их называют кабинет министров. А, ключевые такие, силовики, финансисты. Силовые, экономические. Ключевые. Ну, там, скажем, Министерство просвещения и образования и прочее туда не входит. Как всегда, да. Ключевые. Да, это в Англии, например, вот это такая структура до сих пор есть. Поэтому, когда говорят кабинет министров Англии, это правильно. А когда говорят кабинет министров Германии, это неправильно. У них нет кабинет министров. Или кабинет министров. У нас журналисты до сих пор говорят, вот наш кабинет принял решение, нет у нас никакого кабинета министров. У нас есть правительство, обвиняющее всех министров, а не какой-то Кусуруп. Никакой узкой такой нет у нас категории. Да, да, да. И вот этим законом практически начался процесс десоветизации. Там ведь потом полномочия президенту Верховному Совету он давал же очень порционно в то время. Но, тем не менее, здесь уже наметилась тенденция выстраивания президентской вертикали. Чем это выразилось? Ведь на местах областные советы, потом Алматинский городской совет, проравленный к правам областного, они же находились в подчинении Верховному Совету. Президент к ним отношения не имел. А у этих советов широкая сеть исполнительных органов. Следовательно, эти исполнительные органы тоже были отсечены от президента. Здесь, значит, даже назначение премьера, формирование состава правительства, здесь хоть инициатива уже по-другому словно. Если раньше все это делалось по инициативе и по решению Верховного Совета, то тут уже инициатива формирования принадлежала Верховному Президенту, но утверждение его этого предложения все-таки оставалось за Верховным Советом. Такая постепенная трансформация управляющих структур. И самое главное, что здесь было, что президенту было представлено освобождать от должности председателей областных советов. Это уже была очень весомая преградива. Если он обладает правом освобождать представителя любого областного совета, следовательно, он уже через них может свою политику проводить. И таким образом, на исполнительные органы, на уровне представителя областного полкова, райисполкома, если он не доходит, то, по крайней мере, косвенное влияние он уже оказать может. Но это начало было от процесса десоветизации. Потом-то уже они вообще были выведены из починия Советов. Это еще более усилило президентскую вертикальность. Но ведь нужно иметь в виду, что в то время это нужно было. Во время разрухи, во время неопределенности перспективы, во время раздирающих противоречий в обществе. Такое усиление неналичия власти было вполне объяснимо. И хотя это и критиковалось, потом многие, наоборот, говорили, что этого не нужно делать. Ведь вот теперь в новых условиях, тем более, когда с установлением поста президента, партия лишила уже своего положения ядра политической системы. Партия была в правах уже равна и с другими общественными объединениями, приоритетов особо не было. Появились другие партии уже, да? Некоторые говорили в общности и депутаты, что в этих условиях, возможно, даже в рамках структуры советской власти, можно дальше осуществлять реальную государственную власть, потому что нет партии. А все остальное оставить... Это закон в этом отношении. Первые шаги к такому... Ну, тут все переворота не было. Но к первому шагу переустройство государственной власти. Вот какое дело. Ага. Ну, давайте вот вернемся вот к этому государственному празднику. Да, я извиняюсь, я отвлекся. Почему отменили? Отменили, ну, я с самого начала, чтобы, если у вас есть возражение, чтобы это возражение зрело, я с самого начала согласен с тем, что вот этот праздник в Тене-Республике отменили. Потому что по этому закону, то есть по декларации, ведь там от республики оставалось только лишь название. Казахская Советская Социалистическая Республика. Фактически, что такое республика? Республика – это суверенное государство должно быть. Фактически этого суверенного государства не было. Ведь тот, кто входит в структуру какого-то государства, например, в Америке штаты так и называются штатами, а не называется Республика Аляска или Республика Техас. Потому что он уже, вот этот субъект федерации, это уже организация, которая не обладает суверенитетом. Раз не обладает суверенитетом, это не государство. Хотя некоторые атрибуты есть, это раз. Во-вторых, принятие законов, конституционного закона государственной независимости, тем более принятие закона, то есть конституции 1995 года, действительно имеет в виду другой облик республики. Не той республики, в которой закладывалась Декларация о государственной независимости. Да, тут речь идет уже о совсем разных... Совершенно иных республик. Да, да, да. Это, считайте, разные государства, разные республики. Поэтому привязывать нынешнюю республику к тому акту, который... Вот это вообще и не имел в виду, смысла нет. Поэтому, я думаю, и с политической, и с правой точки зрения... Ну, с правой точки зрения, когда принимаются новые законы, которые тублируют или дальше уточняют предыдущий закон, тот закон утрачивает свои силы. И поэтому вот тот закон, Декларация о государственном суверенитете, она утратила юридическую силу. И поэтому такая привязка, даже историческая, она, мне кажется, неуместна. Неуместна. Неуместна, хорошо. Приятно было пишеть ваше мнение. Хорошо. Еркеш Кавич, большое спасибо, что вы уделили время, поделились с нами своими воспоминаниями. Я рад, что наши пользователи, читатели узнали, кто действительно принимал участие, кто голосовал против Декларации о суверенитете, и чей проект закона о государственной независимости принимали депутаты. Это важно, очень нужно, ведь мы сейчас уже приближаемся к очередной дате, к 30-летию и нашей независимости, которую будем праздновать на следующий год. Я думаю, что ваш богатый опыт, ваши знания, навыки еще пригодятся поколению, ведь все смотрится именно на расстоянии, а, извините, 30 лет – это тот период, когда можно уже оценить и можно сказать, вот это было так правильно, а вот это было не совсем надо было доработать. Большое вам спасибо. Надеюсь, мы еще с вами встретимся, и вы нам расскажете что-нибудь интересное о наших ранних событиях в государственности Республики Казахстан.